всем здравствуйте дорогие друзья здравствуйте здравствуйте технические моментики сегодня с вами так сказать начнем игру с довольно таки приличным сюжетом длительным прохождением как на мой взгляд играть мы будем да ведьмак ведьмак дикая охота зреть играть будем самого начала ну то есть я вот вообще считаете первый второй ведьмак не проходил то есть опыта в игр в играх данного данной серии у меня нету ну то есть некоторые просмотры я видел конечно части но самому как бы не особо играл тестил немного третью часть там буквально до первого города дошел так сказать оценить себя но это было где-то год назад то есть проходил я до того как начинал записывать видео и данные в данный момент выкатили обновления которая переработала там всякие различные моментики игры то есть то что я знал она уже может быть не актуально посмотрим как авторы так сказать некоторые навыки баланс все вот это переработали а так давайте начнем сейчас наверное будет первая к оценкам и посмотрим да 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 собрались передо мной помолчусь дорожите для ролик детей груди прижимаете по нашим землям прошел император мгр осадил каждую крепостицу отсюда до синих гор рвет и кусает нас как бешеный пёс люди севера вы стоите у обрыва короли предали вас и вы обратились к богам но вы не молите не падаете на колени посыпая голову пеплом нет вы скулите почему боги оставили нас пора вернуться на путь которого мы давно сошли было время когда наш мир соприкоснулся с другим ученые зовут это сопряжением сфер волей богов силы зла проникли в наше обиталище и в этой катастрофе родилась нечестивая сущность что зовется магией но мы не запретили ее нет мы изучали ее ради власти и могущества а что же чудище у наших дверей подлые останки сопряжения тролли трупоеды волколаки возделим и меч против них или возложили эту ношу на других на тех кто зовется ведьмаками на заблудших детей обученных в лжбе чьи тела извращены богопротивными ритуалами и они борются с чудовищами хотя не отличают добра от зла искра человечности давно уже угасла в них да с годами все меньше но и поныне они бывают в наших краях за деньги выполняя свою кровавую работу позоря нас самим своим существованием истерзанный войной север обливаются кровью битвы есть удары бичей божих что очистят грехи наши вспомните об ужасах терзающих наш мир извне дикая охота скачет по небесам каждая полнолуние темные эти всадники вестники второго сопряжения уводят наших детей в неведомые земли но можем ли мы обратиться вспять к свету хватит ли у нас сил изгнать чародеев и объединиться вокруг тепла вечного огня ночь час меча и топора в этой войне никто не поможет ночь час безумия час презрения вот мы послушали толкования безумца аль мудреца перед народом да давайте так настроечки посмотрим звук по звуку вроде нормально все музыка не гром на не громкая претит и претит и всем претит и лот всем еще раз привет если что там ходе еще подправим игровым управлением тоже там потихонечку тянемся масштабы локализация все на русском так что диалоги все эти длинные очень большие диалоги озвучены не надо их читать вслух в поисках йеннипер своей давней любви геральт очутился в окрестностях деревне белый сад играть мы оказалось что чародейка обижает ведьмака лишь на шаг и все же она оставалась неуловимой прочувствовать все механики игры мне посоветовали именно на этой сложности я хотел самого начала начать когда тестово видно заходил новая игра так новое начало насмерть для настоящих безумцев ну подходит подходит обучение ну там прикольная кат-сценка тоже будет я думаю включить меня плохо слышно вот честно говоря я могу погромче говорить а так наушники надо будет присмотреть в ближайшем будущем более хороший хорошим микрофоном динамиком так сказать вариантики есть надо посмотреть обучение включим симуляции решений принятых ведьмаки 20 я его не проходил не знаю да 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 надо будет присмотреть себе микрофончик так сказать я только осваиваю азы данной связи к отца . к отца много на начало так сказать приходится помолчать тут вот это рубилова конечно а как я понял мы есть ищем йеннифер ведьму необходимую ведьмаку да жестоко жестоко но зато максимально эффективно да говорил позапрошлом где-то стремел вот да да там мы проходили титан пол 4 4 прохождение серия прохождений прикольные такие видения по ходу события не представляют что произошло все раз поздравляю вообще всегда интересно было за магу играть ну то есть в различных играх даже ты по билды построишь там прям самая прикольная замага различные заклинания техники все это комбинировать а воина как бы так сказать в большинстве своих случаев надо все бывает в первый раз так сказать познаю все первыми взглядами вместе конечно примерно представляет что нас ожидает в конце это но основных таких сюжетных твистов мне не рассказать вам но вообще так ведьмак третья часть тяжеленькая тяжеленькая по крайней мере еще с последним обновлением где они графику подтянули да 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 первый раз готовьтесь буду часто умирать часто умирать это по-нашему а видел я одного челика который пытался пройти через арбалет там на арбалет я как понял не особо много всяких там улучшений ну и где-то в конце только очень сильно разносится это это там при каких-то моментах ну честно говоря я не особо рассматриваю обновление но думаю да да мне знакомый друг рассказывал что а нет для компа для компа графику подтянули там слушай это совсем не смешно для пояс не знаю да запиарился этот моментик я не хотела тебя веселить да разбудить а понял а что такое может что-то от ютубчика прилететь а то весь мир замучает ее своими гравюрами там может какой-то в настройках есть режим для стримера потому что я ничего не настраивал такого надо посмотреть размыть я думаю отключить не нравится она мне в играх да 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 там вроде какой-то был следующий кадр с сокровенными моментами так что да лучше пропустить его повышение уровня противников не знаю я не включал ничего уровень сложность насмерть в гвинт я играть не умею говорю сразу ведьмака не проходил карточную игру я не осваивал как таковую а понял 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 блядь так ну тут нету в управлении уж точно не будет ну ладно так добро пожаловать как всегда срабатывал да да всегда срабатывал спасибо за объяснение что такое миникарты и задачи на лоп и свечки погасли ведьмачье чутье на l2 красным подсвечено объекты для взаимодействия только серебро золото мне не нет запомнить аааа да собирает собрание последних коллекционных вещей это по моему везде очень такое сложное занятие я тут подумал может цели дождут еще немного это не педагогичный пойдемте к цели там нам объяснят игровые первые механики побегаем попрыгаем сделаем макияж а ты как раз позанимаешься и вернешься по лесенкам по поводу всех женщин которых я знал только ты красишься перед сексом а ты их так много знал не все ли равно ну думаю думаю все понятно разговоры такие какие-то книжечки дверь я открыл за полтора метра ну это наверное ведьмачьи навыки все и все в этом духе ммм да плохо что нельзя вернуться и собрать их обратно старый ведьмак крепко спит а цель разумеется куда-то неплохой музыкальный компонемент да согласен музыку нормально слышно да ребят то есть надо там ничего в настройках разумеется разумеется она предпочитает теории практику ммм что подъем мастер какие скучные уроки что ты сам на них засыпаешь вот холера я только прикрыл глаза пока наделала выписки изгули я ты дал ей этот кирпич еще странную что она заскучала у иоанна избруга не самый легкий язык это правда зато пишет он обстоятельно это тебе не нынешний понял понял что опять на маятнике чутка по дубаю значит а я сколько раз ей говорил не тренируйся одна только ошибки закрепишь отведи нашу барышню на нижний двор если хочет позаниматься милости просим какой-то дед очень уж как тут не сердится очень жесткий это сопля все должна сделать по-своему за этот самый старый ведьмак в замке и я не без греха все-таки сам опытный к порядку призывать к чудовищам нельзя относиться легкомыслим если цири хочет стать одной из нас ей придется это понять увидимся внизу нет понятно почему ты так сюда рвалась бей ну какие выкрут выкрутаться она тут создает там один раз ошибиться можно и упасть с высокой стеночки цири ты не в цирке первый раз нет ноги да хватит слезай сальто как иначе опа акробатика прям на высшем уровне есть еще на чем поработать рефлексы слабоваты для ведьмака надо долго и упорно тренироваться ради таких моментов ну и физически обладать нужными данными в любом случае на твоем месте я бы боялся Весемира больше любой строги пренебрегать его заданиями неразумно ой да ну эта книжка была страшно скучная согласен некоторые книжки с научными доводами не выражают интересы у молодежи больше не повторится что-нибудь художественное бы очень надеюсь Весемир сказал если ты еще раз так сделаешь он заставит тебя съесть миску слизней в книге хранится большая мудрость главное быть способным почерпнуть из нее то что она пытается преподносить или мы побежим через стены я думаю прыгать мы не будем давайте сразу к бою приступим не стоит заставлять Весемира ждать поверьми бег это вообще какая-то да 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 молодость молодость а потом зрелость ты что-то ты что-то хочешь сказать госпожа моя некоторая пытаешься свои двадцать провернуть иногда сложновато молодая кровь требует я понимаю но в бою знание важны не меньше мяча и должна хотя бы гуля от аль гуля отвечать по отметинам я коже у пантеры тигриной в зерикании живущей и телом нездраво бледной вот это прям научные значения дает но ты все равно должна была спросить а не но ты же спал дядюшка висимир по факту разнесла беднягу что ж ты сразу не сказала что сделала задание не используя преимущество при первой возможности но только тогда когда это даст наибольший эффект стратегия стратегия ты способная ученица не слишком послушная зато способна ну вообще молодым да больше больше действовать нравится с годами приходит понимание того что некоторые знания будут приобрести сначала в тихом и спокойном месте чем потом в каком-либо ну что действие на практике но в тяжелых условиях как там тяжело в учении легко в бою говорится ну давайте посражаемся начнем с ним так сказать даже мастерам стоит иногда вспоминать основы отцы анвич ком-то назвать сложно не посмотрим по ходу по ходу сюжета через какой билд играть будем там же есть их множество различные и через легкие атаки тяжелые арбалеты как писали свиши выше в комментариях чатики там может и через руны ну я вот этих моментов не знаю будет будем так сказать изучать если что-то подскажете буду рад так сказать узнать нового но все возможно да все возможно это смотря что изучать такое некоторые некоторые знания в бою тоже тяжело применяются но большинстве случаев лучше знать заранее чему предстоит идти готовым быть так что там о битвах закованной панцией рыцари так призраки великаны ведьмаки короче универсалы со всеми умеют сражаться имеют мечи там различные категории стальные и серебряные для каждого свое так сказать имеют легкую боевую магию ну то есть знаки я их рунами назвал знаки а также и знают основа алхимии доставай меч геральт так нажмите стальной меч вправо там серебряный так r3 отмечаем цель ух непривычно на квадратик драться конечно а ворота у нас на что на 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 взор юмор от атака через угольник ну я имею в виду моментики интересные по билдам во что можно вкачаться если вот и прям очень ноги цены про ноги не забывай курдил в нолик у нас ворачиваться для вообще от поворот от атаки помогает то есть у нас есть какой-то тут неуязвимость в этом кувырке или у нас на панам всегда попадают давай двигаешься сегодня как муха в смоле еще раз а то я дарксофф проходил кувырки перед атаками врагов прям 2 а руна через л-2 блокировать л-2 руны л-1 огни научишься плавать пусть и в воду я слышал что-то заснул во время урока или да так и противника парирования куда ты уходишь а теперь барышня займемся ведьмачьими знаками наладим это за руны быстрый вот с рунами и так этот знак что у нас дает верно на это защита на тянуть мачьим щитом и смотри почему дает небольшой неуязвимость наложи и гни геральт и чтобы искры летели и гни у нас это волна огня если бы не крен я бы оказался в огне есть шанс поджечь противника неплохо неплохо давай так у нас есть арт а что он дает наложить а это толчок собьет с ног любую толчок нарушить ритм а вот этим качествам сучья кровь как я его не люблю ой нет материться фу 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 так аксиона что делает то позволяет временно дезориентировать противника ага то есть он дает момент для атаки помнишь его спасибо так это руна а это для замедления противника и шевельнуться то есть что бы он к нам тоже давал тайминги для атаки не бойся цирик вен выдержит есть также бомбочки бомба у нас как бы прицел входит да понял так но основные механики я понял думаю тут закруглить за это затягивать не будем будет быстро и боль будет быстро и боль так понял это арбалет c1 поставить или это бомба тянуть надо а бомба до основные сведения мы узнали достаточно теперь спарринг спарринг дед дед спокойный спокойный дед дед спокойный ну сколько мне еще ждать дед не ожидал такого напора данного парирование это я понял ну но на противнике человеческом мечами это понятно вот монстрами там наверное оно и не работает что там что там спокойно спокойно еще к ценочках заканчиваем обучение ух ты да ты просто зверь цири давай слезай ах вот же дьяволенок как вернется посажу ее полировать все мечи каэр морхина ты нашла шлем вообще играть наверное будем через уклонение в парировании я не так силен в играх даже когда числа и рованье мячи до последнего предпочитаю уклонения но в некоторых моментах парирование необходимо что что кошмар прилетели садники апокалипсиса я долго ждал этого белый волк нет вот же нехорошие музыку кстати по дуба и чуть-чуть сейчас осуществим данное действие это все кошмар всего на самом деле не было ну или было и просто с ним снится в кошмарах ты мэрия дорога на визиму май 1772 года все в порядке кошмар приснился ведь макиш по факту долгоживут долгоживущие представители своей раскреснуть они максимальный срок жизни я не знаю конечно но слышал что живут они очень долго и милса кая молча в комнате для гостей да морфин я грелся в баде а рядом была рис я не фир забавно да ю там и не было никогда но во сне все было такое настоящее и она чем-то парила тебе мозги как обычно бывает хе 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 да да с представителями данного пола по-другому и не может быть а то мне пошел за цири мы вместе тренировались вот были времена маленькая разбойница я тренировал детишек которые были быстрее сильнее но ни у кого не было ее характера всегда бывают особенные особенные ученики неспособные конечно потягаться с лучшими но своим характером появилась дикая охота способные они бросились на цири а я не мог двинуться строить многое-многое это только сон но не будем говорить о том что сны вещи так сказать слова могут быть материальными лучше собираемся в дорогу постой покажи-ка мне письмо от Йеннифер может ты упустил что-нибудь ничего я не упустил мы должны были встретиться в вербицах только их спалили до тла остается идти по ее следам подгорают у кого-то помолчи немного и дай мне письмо а дед как всегда спокоен пахнет сиренью и крыжотником ты собирался его читать а не нюхать нам надо встретиться как можно скорее в вербице увы зимой там нам больше делать нечего тут еще по скриптам единорог по-прежнему у меня это она о чем не будем не будем рассказывать о личном так сказать что было то было по крайней мере мне так кажется может и не совсем но думается мне оно и к лучшему вернемся к делу как думаешь сильно мы от Йеннифер отстаем на два-три дня след свежий только вот ведет он на большах а там его наверняка уже затоптали плотва любимая любимая лошадка в которой тоже много всякого гули так тихо 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 настройки да звук хотел сразу под убавить но до двадцати пяти и звуковые эффекты но до пятнадцати по меня данные персонажи монстры точнее пару ударов будут ланшотить чуть-чуть заторопился а где урон я думал что будет побольше его так у нас на вот это да меняются знаки а есть большим количеством противников так а поэтому а блокирование работает как то есть я бью а и урон мне не наносится или часть да урон не наносится а понятно то есть можно атаки и поблокировать я то думал тут урон у монстров он как бы будет проходить частично оказывается да да думал все сразу будет плохо как в некоторых на играх например на канале есть пару видео с призраком цусимы вот там противники без ну если ты вообще не вкачиваешь хп то есть не посещаешь там источники различные целебные не прокачиваешь там стойки то есть вообще не качаешь просто тебя за пару ударов сносит все хп и ты начинаешь заново то есть думал как там все пару ударов и все ну значит поживем подольше а так есть еще механика адреналина то есть приводя себя так сказать в горячку боя мы мы можем использовать умения или умения какие-то активируются и мы можем наносить больше урона или выживаемость повышается там опять же от навыков зависит конечно когда войско проходит за ним по пятам идут трупоеды идем пока новые не набежали хорошо хорошо дед надо как его зовут я забыл как деда зовут надо сейчас глянуть будет так восстановление здоровья чтобы восстановить здоровье что-то покушайте здоровье здоровье не восстанавливает медитации ага также можно использовать эликсиры а для ячейка для эликсира использовать еду как быстрое восстановление здоровья а верхней всегда есть чем чем покушаться или попиться так так мечи у нас достаются на правую и левую кнопку соответственно своей категории мечей а сейчас время полутаться вот люблю во всех играх вот не знаю вот замечено за мной вот череп это в птичке люблю лутаться что-то мне подсказывает что он принадлежит я лудомания так сказать и сбор всех сокровищ как у драконов прям это про меня это я растение какое-то собрал а там какие-то а монстры вон там логово монстров надо будет зайти к ним и зачистить думаю а так еще что-нибудь есть тут записочка в лесах скрываются бандиты называют себя солдатами тимарии они были объявлены вне закона так как угрожают безопасности подданных императора любой кто помогает этим бандитам или дает им укрытие будет наказан по всей строгости закона империи именем императора Невгарда капитан Питер Сазар Гвинлеве имена конечно прикольные так из меню быстрого доступа а а тут у нас арбалетные болты да у нас есть бесконечное количество факелов из навыков я скорее всего буду использовать Игни ну из рун точнее из знаков мне не нравится точнее понравился больше всего что атакует как минимум по области сбивает противникам свою атаку и что он может поджечь как минимум в продолжительное время наносить урон ой так не туда тыкнул так сохранение надо сделать а то сейчас помру и все заново проходить так так сохранения так так квен квен это у нас охранный щит я думаю тема хорошая особенно когда противники наносят много урона но его надо в нужные моменты так сказать успеть применять так сказать против подставленных ударов и всего подобного там же опять же раскачка этих знаков есть так это покушать у нас кнопки а треугольник у нас что дает сильно атаку до серебряный меч достали крестик ускорения ну давайте попробуем логовая как помню пытался его зачистить сначала не получится там надо какое-то зелье сделать или что-то подобное бомбу какую-то чтобы это логово разворошить гуль идите сюда прошу так сказать на пикничок со всеми сражаться мне не хочется потихонечку удыху вы не выманивать учет они не очень хотят хотят так а у них какая-то маленькая прям область агро маленького область агро что они даже не подходят метров за десять от своего логово а ей уклонение всю сторону мне вот в этих кустах не особо понятно когда они начинают вести свою атаку ну конечно прыжок то видно что они совершают делать а вот атаку лапой в кустах не особо заметно о сразу двое подожгло что там какой шанс надо будет почитать у наука ну все первая смерть как-то они недалеко от своего логова отходят сейчас под загрузочка попривыкнуть надо к механикам прыжочки травки всякие различные а так я факел достал подождите какой кнопкой факел достал а вот это интересно не знаю он будет так минус один один есть здоровье как-то очень яркий останавливается но думаю это так это что у них за распрыжка тут конечно понимаю что монстры все дела сильные очень но за три метра прыгать это вот этого сейчас выманили вроде ну подойди давай так сзади один есть знаки долго восстанавливаются надо привыкнуть к знакам то есть противники атакуют они покрываются красный этой пленочкой да сейчас всю еду съем а в дереве застрял текстура дерева прям какая-то так минус 2 осталось их сколько там осталось 3 то есть пятерочка была и и и давайте кто-нибудь атака сзади противники 1 2 3 так и или так еще минус 1 а вот это нет 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 спасибо спасибо за все но я пожалуй сохранились да на одной единичке здоровья вообще вышел я уже думал все а стан блок есть то есть то есть противник монстр с распрыжки это у них тяжелая атака как я понял делают стан блок мне при блокировании интересно так честно недалеко мы ушли и сохранился я рядышком так серебряный меч да серебряный меч нам необходим против монстров раз два потому что полоски концентрации или стамины я не вижу персонажа то есть что он определенное количество ударов может выдержать и потом надо на восстановление уходить я не вижу так то есть пробиваемся только тяжелыми атаками какие то они не активны вдалеке от него так так вроде поражал раз раз два прыжок тут будет да прыжок еще да 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 непривычно ну давайте так сказать попробуем сменить тактику попробуем поиспользовать квен думаю он тут как охранный щит от парочку атак нас спасет то есть он какое то время же держится да как я помню или атак ну атак это точно а вот время пошло да я вижу а куда да уничтожить и звезду да у нас не картечник какой-то святой станциющей звезды нету так раз два тяжелая вот резвые ребята эти гуля ну с щитом даже по увереннее пошло по увереннее полутаемся полутаемся тут же ресурсы ресурсы должны быть подсвечены как я понимаю потому что искать их среди таких дебри ну не очень или все надо вручную вручную скорее всего надо искать потому что предметы подсвечиваются как я понял травка предмет а действия типа всяких дверей всяких опять же легких взаимодействий дома в зданиях да нету а так не вижу ну может не выпало или я все собрал уже из выпавшего погнали к деду может даже на мини карте подсвечивается лут который можно собрать вот как трава подсвечивается и лут возможно тоже надо будет проверить так большую часть времени времени ведьмаки проводят в поисках заказов пересекая большие территории но для этого они используют лошадей в данном случае у нас плотва красавчик то есть я рассказывал можно как-то чародея который утверждал что это мало исключительно полезные существа потому что из их крови можно варить эликсиры нет потому что они поедая гниющие тела предотвращают эпидемии а он знал что живых они тоже едят нет и очень из-за этого огорчился это разрушило всю его теорию но это видно преступники тут висят а лошади есть энергия а где она выражается быстрее это непонятно можно тут полутаться сходить точнее по пути полутаться вот там на берегу что то есть удержи так слезть это удержание всякие травки тут собираем утопец три штуки какой-то лут охраняют а где лог блок ну сколько мне еще ждать как-то много урон я да да в прыжке они делают тяжелые атаки а где мы появимся сейчас получается около деревни или на месте да да мы появились на а вообще сохранение сохранение только у гулей понятно то есть то есть только тогда то есть через самосохранение ладно 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 понял не дурак был бы дураком не понял тогда сейчас быстренько зачистим тут опять же у таймси все подбираем гнездо гуля так сказать но уничтожить нет у нас до этих всех приспособ для разрушения логовищ но ничего страшного по ходу пробежечки собираем всякие различные травки при парке я рассказывал встретил я как-то чародея который утверждал что это мало исключительно полезные существа потому что из их крови можно варить эликсиры нет потому что они поедая гниющие тела предотвращают эпидемии а он знал что живых они тоже едят нет и очень из-за этого огорчился это разрушило всю его тему прикольно что тут есть автомаршрут то есть просто зажимая x лошадь сама мчится по дороге не требуя какого-то еще контроля со стороны удобно удобно давайте хлебушек скушаем так сказать поправим здоровье но пошла надо бы сохраниться а то вечно возвращаться к одной и той же контрольной точке себе дороже а он пропал кстати а вот появился интересно тут же по факту есть система что определенный урон для определенных противников как бы наносит больше так так одного зарубили ну сколько мне еще ждать давайте поиспользуем клэн а то нам остался один удар считаете для полного краха мне показалось ли а нет все да больно больно на начале все здоровье считайте слил и что я не знаю я не знаю что не знаю явно сильнее меня можно конечно за ними потом вернулся нехорошо какой-то ужас у них атаки одна одна за одной просто тяжелый ладно давайте потом вернемся к ней честно говоря сейчас сейчас такими противниками и без понимания что качать что есть у нас вообще в приспособах ведьмака тяжеловато там же у нас по-любому есть какие-то прикольные зелья что-то что способно улучшить наши потребности и сейчас думаю нам по приходу на нужное место расскажут прикольно тут механика качание деревьев типа от ветра по-своему антураж не к идем на помощь помогите ух какая страшилища но честно говоря на грифона похоже типо с гривой с крыльями ух на второй заход за добычей вернулся на второй заход за тебя за добычей вернулся да вылезай о боги я ж кидва не кончил так же как маня кобылка это если бы повезло маня кобыла умерла сразу а грифон любит помучить едят живьем по кусочку интересные повадки такие жестокие прямо вам надо думать вознаграждение полагается но вообще деньги на начале игры нужны так что ведьмак он конечно не было читающего но для убить убийство монстров нужны деньги деньги нужны возьмите бедолага конечно но за спасение надо платить как я и говорил доходит до большака и обрывается затоптан а вы ищете кого ну вообще вообще давайте поинтересуемся как бы торгует путешественниками из одной точке другую везли волосы видел такую нет ну вот что тут в белом саду есть корчма единственное в округе проезжие часто там останавливаются так может чего и узнаете неплохая идея да тебе она нужно очистить да что там он меня едва царапнул но отыграем жестокого очень такой знаешь холодный прямо из погребка заточенного под свое так сказать личность ну как личность под выгоду себя видимо к какой водичке сейчас попьем так но пошла потом надо будет по-хорошему после начальной миссии тут рассмотреть все в этой же игре куча нычек куча секрета чит тут столько всякого близко в деревне выискивать можно что всю карту мне обыскать обыскаешь и можешь много не найти здесь большика может это из-за войны повсюду труп и запах крови поляной плоти иногда это сводит чудовищ с ума людей тоже белом саду надо быть поосторожней я на метр что не знаю сразу поедем дальше ну понятное дело приведите себя прилично при стражниках не воруйте не убивайте и также в городах присутствуют задания где ведьмаки могут ну или просто наемники конечно дети тут люди вообще безбашенные под коней лезут куда ты нам же надо все верно она прям в начале деревни было и есть через соломиную крышу год головой пробили настоящие ведьмаки вот тут уже под выпившие ребятки есть это вид что с ними это пока не поздно это между прочим герб темерские лили пускай висят я конечно за сюжет не особо не тимире иди они не особо знаю но как я на из империи или королевств пошла на захват другой и в данный момент она оккупировала ближайшие территории деревеньки тут какие-то может города даже и вот тут уже люди начинают волноваться из-за данного события не вызывают точнее радости и все вот эти изменения пришедшие с новой властью идут маки а ведьмаков нервничествуют своим присутствием до а по факту со злом борются обращение за этих пинчук да ничего мы привыкли самим злом правда становясь глазах других мы с ним уже успели познакомиться вредная скотина людей уже кидается может его побескопокоили как-нибудь животное лишь по факту к другим не лезут пока их не затронешь или пока более сильный хищник не появится так реплики со значками мешочка открывает окно торговли да понятно спасибо а что есть покажет у тебя есть на крестик мы продаем а тут выйти ну у нас данный момент ничего нету а из денег у нас 300 крон но то есть было 250 где-то 50 лучи где-то одну шестую думаю неплохо карты покупать и вот карты для гвинта но честно говоря я вы только для сбора коллекции пока что могу их купить сам я их и разыгрывать пока не умею что это не но двадцатки до полтоса ай-яй-яй я думал удавания плохо вот азартные игры еще хуже ну то есть тут где-то в районе 160 монет надо да на всю покупку но мы же из деревни еще не выходим обязательно закупим перед этим там же как я не помню немногочисленной информации знаю есть различные колоды то есть тут есть фракция мы покупаем королевство севера все королевство севера да так как и нейтральная карта а вот нейтрально она наверно ко всем применимо то есть играешь нам за определенные колоды только из еды из еды еда дороже карт некоторых это где такое видано как еда обычный предмет стоит 34 картофель сырой даже не приготовленный до цены конечно с моими 300 монетами они шутками монетами называются да то есть не кроны никакие да так давайте сначала поспрашиваем про здешние реалии жили он жить и я так ведь сказать разведаем территории один родных ищет другой от фронта бежит подальше и каждому зайти надо выпить ночь в тепле провести значит война вам на руку пока она конечно так но по мне лучших мир вернулся данного к знаю да да он там в реальном времени определенную промежуток опять же временной восстанавливает здоровье довольно таки нехило да ну пока что уровня у меня нету денег ты дают за грифона надо потихонечку монстров поубивать раньше если того голубой в круге гнездо собьет староста на награду в складчину собирал или ехал господину просить помощи а теперь староста даже в нужник без согласия черных не ходит а господина кажется повесили вот и нет на него заказы жалко мы бы помогли только не задам понятное дело вообще как я понял данный навык там тут же созданием году только точнее не только добавилась определенная категория особых навыков вот только с ним появилась это лакомка предлагал пройти на обычной сложности точнее не сложности обычная обычной игре без всяких всяких изданий этих золотых но честно говоря не знаю не ресурс и еще одну же за новую мотивную науковые глаза одевается только в черное и белое ехала из вербиц и знаю что это звучит глупо но пахнет сиренью и крыжовником не видал интересная особенность при разговоре уж поверьте что ее не забудешь запах человека озвучивать скажет много тут приезжих со всех сторон спрашивайте спасибо вроде пояснилось что у тебя есть они мнения меня нам нам надо выйти из диалога спасибо приступим так сказать к расспросу местных жителей помочь тебе с перевязкой пока успокойся я еще не совсем рассохся пока наш компаньон отдыхает только лучше бы нам поменьше внимание привлекать ты слышал черные уже полями да и пускай мере лишь бы хлеб не жгли красиво кстати избушка точнее здание деревянное петух без головы по что они эти межи проводят чтобы отчизну нашу на делянке порезать и своим раздать давайте у данного представить я кое-кого еще просим а мы покоя еще отойди приблуда покуда у нас пиво в кружках не скисла но если они начнут вот честно и честно вот сам я требовать от людей за просто так деньги то не буду вот если какая-то помощь будет оказана им или просто они начнут на меня как-то гнать то моральные и так сказать деньги за помощь конечно требовать стоит мы все-таки не санта-клаусы и деды морозы за бесплатно не работаем и обиды не прощаем зря что ли учились фехтовальному искусству и убей убиению всяких нехороших нечистей так тут вариантах диалогах треугольничком это у нас знак аксий мы влияем на разум нашего оппонента и то есть вводим его так как так сказать в гипноз то есть надо разумом шаманим немного да 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 все все наши все наши кто против нас пойдет то все вещи оставят давайте но думаю нам ничего честно сам не расскажет то есть но не тот склад мнение учил у людей данной области к ведьмакам думаю они нас просто пошлют давайте сразу его прямой его была тут женщина одетая в черное и белое говорят пронеслась такой ночью по деревне так летела что родоборы в канаву спихнула куда поехала не знаю с большака дороги во все стороны идут люди ведьмаку микки разум отнял у тебя язык от нему если не заткнешься сразу осадили молодого точнее человека молодым я не знаю бородой и выглядит как-то зрело да да о котик в игре 4 фракции чего фракции команды масти что-то вроде пики и червы только у каждого цвета свои фигуры еще особые карты может лучше войну сыграем а то покуда вы мне эту свою игру изложите уже стемнеет это я как понял тут про гвинт объясняют так сказать основные моментики такие давайте у них спросим вот вот тот чел выглядит подозрительно вот по мне максимально устая трата времени скорее земля станет вращаться вокруг солнца чем ты поймешь правила по факту у некоторых просто инстинкт самосохранения отключается из-за какой-то озлобленности альдерт гейт заслуженный профессор аксенфуртской академии представителям некоторых профессии которые геральт из риме или просто обладающих с некоторыми умениями еще разручки длинные волосы одета в черное и белое ты видел такую разумеется нет да то есть только тут обучение за я знаю что вестница войны лишь сказка вестница войны давайте про нее и спросим вестницы войны о чем это ты люди болтают предсказатель начали через поля ездит морок который выглядит как прекрасная женщина такая как ты описал за ней движется войско а того кто перейдет ей дорогу ждет несчастье за последнее я лично ручаюсь последний раз видели нет меня интересуют факты они легенды то есть наткнулись на ученого который играет в развивающие интеллект игры ну точнее он связанные на логику и умением просчитывать не ожидал встретить здесь ученого я так понимаю ты бежишь от войны ровно наоборот я еду на фронт смелый мужик смелые знания для меня милее жизни а сидя за книгами их не добудешь я хочу увидеть агрессию невгарда собственными глазами понять ее и описать это будет мой опус магнум опус магнум интересно звучит это какое-то представление кого-то жанра может или название какой-то определенной категории книг про войны связанная может хоть кто-то наконец запишет войну такой какая она есть без вымышленных речей и героических генералов напишет про насилие и бессмысленную жестокость видно как не хватает тебя академического стиля насилие жестокость это детали не имеющие значения для хода войны можно сказать сопутствующий конфликтом колорит скажи ты прочувствовал данного факта уточнение описав его очень тяжело и или сложнее иметь представление о том что собой представляет данное действие война уже дошла до новиграда нет на это вопрос времени с одной стороны реки нильфгард с другой ряда не они облизываются на город как псы на мозговую кость это кость застряла в горле у многих воды правда мы и в новиграде ценим свою свободу и знаем как за нее сражаться особенно ученые сражаться можно не только мечом не забывай что архитекторы нашей академии спроектировали городские стены которых еще не сокрушила ни одна военная машина это факт это факт победе важны представители воин воинственного класса на и рассказать стратегия архитекторы те же самые оружейник важно все входит в это мне надо идти прощай погоди ведьма мне кажется ты гражданин мира может и в green я думал он мне не предложит играть только перед уходом он решил ведь это так просто давай сюда конечно это просто ну давайте пройдем обучение раз его потом не будет отлично сейчас объясню тебе правило хотите начать обучение давайте green древняя краснолюдская игра которая представляет собой битву двух армий игроки полководцы а карты их войска то есть выберите карту которую стоит обменять для начала возьмите из колоды 10 карт с ними предстоит играть всю партию то есть мы разыгрываем карту она уходит как я понял справа снизу в ожидании то есть использованы уже других карт вы не получите с этим умом используйте их с умом то есть разыгрывать надо определенных стратегических каких-то планах так вот отряд так это карта отряда число сверху сила этого отряда выводя ее на поле более бой число прибавляется к суммарной силе игрока выложившего эту карту это значок ряда вашего отряда то есть есть три разновидности категорий точнее отрядов рукопашный дальнобойный и осадный у нас это козленский осадный мастер 1 а 2 наверное ставятся они в разную позицию раз они разные категории самую близкую там далее они посерединке где-нибудь и осадный наверное самом конце ну или тоже в серединке у некоторых карт есть специальные умения так у козленского осадного мастера есть умением под названием прилив сил дающие плюс 1 силы к всем отрядам в его ряду ага то есть есть особо специальные умения у карт число специальных карт также входит погодные карты то есть мы способны менять условия на карте ну точнее на поле игра это эта карта снижает сила всех а все то есть определенная карта например зима какой-то полнолуние и дождь снижают силу атаки определенной определенной категории у карт отрядов ага в самом начале можно скинуть до двух карт и взять вместо них новые но сейчас это пропустим понятное дело я не знаю что лучше взять и что скинуть соответственно так это поле битвы да нижняя часть наша и верхняя противника во время хода можно выложить максимум одну карту или спасать в каждой колоде есть лидер он обладает специальным умением ну как и отряды собственно но умением которое можно активировать лишь раз за всю игру или за ходы ой не ходы эти партию активировать специальные умения дали в любой момент нажав квадратик ну всего одноразовое скорее всего выбрать два раза крестик нажимаем выбираем и выкладываем ага так можно использовать карту лидера а можно посмотреть что они дают я не особо просто знаю не сдаться спасать масштаб а да л-2 зажимаем и можем посмотреть что дают данные представители отряда давайте поставим кого не нибудь самого простого то есть давайте поставим вот данного стражника он особых умений не имеет и имеет всего одну силу атаки так вот это общая сила слева по обозначается в кружочках то есть сколько у нас тут в ряду стоит отрядов со своей силой столько и прибавляется ага так в конце раунда что игрок с самой большой суммарной силой побеждает ну то есть нам ой я пропустил там немного то есть нам надо больше всего силы чтобы победить и у нас есть как ослабляющий так усиливающий навык ага раунд заканчивается когда оба игрока спасали после чего игроки сравнивают общую силу своих отрядов чтобы определить победителя все отряды отправляют в отбой то есть в общую колоду с уже использованными картами а общая сила у нас у меня получается карты королевства севера у него не не фулигарда я не знаю конечно что у него за карты но он поставил нам можно посмотреть что он поставил она как-то переливается там каким-то золотистым светом и честно не знаю что она дает давайте а да можно посмотреть да на тот же самый самую клавишу славится своим упорством а и науков нету просто так да у нас есть дальнобойные тут навыки отряды кейера если не суждено умереть это будет выглядеть хорошо по листам а вот я не понял а карты которые мы не использовали то есть оставили в руке они с новым раундом у нас как бы перетасовываются выдаются новые или остаются вот эти моменты либо пролистал либо чуть не допонял я понял использованные карты уже уходят в отбой а вот которые в руке остаются то есть если они остаются у нас в руках надо как-то более более расчетливо так сказать разыгрывать каждый раунд чтобы превосходить своего противника но не с таким уже и отрывом чтобы в следующем не хватило нам если если этот знаете приуцените в час что ну или скажите что это след на следующий раунд у нас навыки в руке остаются или сбрасываются а так сейчас выберем что тут это особый навык у нас имеется давайте осадный мужик есть давайте поставим баллисту и потом мужика он даст нам плюс один а то есть мы сравнялись сейчас я поставлю данного данный отряд у нас будет плюс два и больше осадных орудий у нас нет а то есть да в руке они остаются на следующий раунд понял давайте так разыграем а к семе она не применяется да то есть он только других усиливает а но сейчас он в лидерах мы можем поставить на усиление у нас больше усиление усиливающих карты я не вижу то есть со специальными навыками давайте поставим на 5 вот этого данного рыцаря или оружейника я там не прочитал ага ну то есть мы все равно все равно сравнялись данная карта у нас что снижает силу всех рукопашных на 1 то есть и наших тоже а это снижает силу всех осадных то есть можно было бы то есть можно было бы качать дальников потом использовать так как у нас только один юнит ближнего боя просто ослабить всех ближников не подумал не подумал да поспешил ну ладно давайте давайте поставим еще шелден скакс какой то какой то бородатый мужик на четверочку игра закончится когда мы оба спасуем то есть когда либо у нас кончится карты либо кто-то из нас уверен в победе уверен в победе или что-то под а то есть а то есть есть карты которые как бы усиливают игрока но одновременно с тем же а достают карты из отбойника да получается из уже сброшенных карт то есть случайным образом достаются из отбойника или сам достаешь вот такой моментик а то есть самоусиливающиеся еще карты есть дата припас так сказать при синергии с другими понял а так чего так в будущем хитро хитро сохранение топ конечно но это сколько времени надо будет потратить на некоторых как я думаю персонажей с гвинтами мозговые штурмы устраивать то есть есть разновидности да вот этих разведчиков понял ну пока у меня таких нету а то есть если например я выставлю в ближний ряд ближников какого-нибудь героя долбану погодой на штраф к ближнику и он у врага отнимется у меня нет понял а скачки это вообще просто на рандоме там же по факту ни на что не влияешь потому что я не понял не знаю скачки я в этом ведьмаке я не видел так осуществляется давайте тогда что поставим ну вот давайте мужичка поставим дэдмольда а то есть это какой-то алхимик или маг а то есть мы сами гоняем а емае оказывается прям скачки в которых ведьмак участвует я думал там наблюдать случайно выигрывать а у всех у всех героев карт у героев карт мощность десять неплохо чисто как несколько юнитов а какая максимальная мощность тогда у юнитов обычной категории шесть также их можно синергировать то есть они там увеличивают себе общую силу а да а вижу да то есть выиграли все хорошо он лишился жетона красные монетки это жетон игра когда мы так сказать об лишаемся а понял до двадцатки это мощно ну штук так у нас осталось еще 15 карт а добирать то мы их будем или мы играем с тем что есть нам добавилось получается три бушет добавил эти карты у нас уже были ну то есть герой они как бы и не дебафаются и не бафаются не усиляются ну давайте поставим тогда три бушет а у противника я вижу сколько карт а он ну а погодные условия не стакаются то есть это убирает у всех осадных осадных нам не надо я не я вижу что у него в колоде 10 осталось а вот что сколько у него прям в руке осталось я не вижу а вижу две штуки вижу да под их под его рядом свой иконочек заменить его можно получается да то есть я вот сейчас поставлю на ближников так как у меня их соответственно нету а моя погода заменит его или а понятно то есть погоды просто сочетаются они не стакаются но сочетаются друг с другом понял на осадное орудие я смысла не вижу ставить ничего то есть дебаф на осадное орудие и тут мы выигрываем если конечно у него нету карты на выше трех ну давайте а у него еще какая-то одна карта осталась а у него осталась карта погоды то есть у нас у обоих было по две то есть они эти так сказать выдаваемые карты они имеют свой стандарт две погоды получается и восемь отрядов да нет ничего страшного в том чтобы спасать раунд и отдать победу противнику иногда лучше приберечь карты на потом каждый год тут объясняется про героя герои это ценные карты которые не подвержены влиянию эффектов и специальных карт это мощные карты которые могут изменить ход сражения да тут мы как говорится можем их купить и получить за задание интересно что за задание такие да тут немного я переборщил с первым раундом надо было немного слабее и оказывается дока в этой игре если доверяется все равно и ты захочешь сыграть с настоящим мастером спроси штепана он вроде простой кабачек а в гвинт обыграет любого я запомню спасибо посоветовали нам сыграть с еще одним мужичком в каком-то населенном пункте название не услышал так что это чудесный путеводитель спасибо эта книга составлена по желанию князя де Берри показывает где найти карты для гвинта которых не хватает в коллекции владельца достаточно открыть ее и сказать про себя может паркейку и в гвинт да так сказать почему бы нет это получается мне надо можно точнее найти следующие карты да и 47 карт выиграть из данного списка ну ладно да тексты обозначаются в глоссарии да бестиарий а тут нам рассказывается о монстрах и том что может помочь с ними в бою но совет да спасибо что советуете закрыт но я же почитать хотел вот дотошные конечно у нас есть прогулей немножко информации тут в бою какое-то зелье можно против них применить масло против трупоедов против категории точнее противников трупоедов а против этих применяется арт знак надо посмотреть сейчас будет что обозначать я не особо запомнил какие знаки что делают кроме получается игни и акса который на разум влияет вот так это давайте прочитаем грифон ну да полуорел был полукот разве а ну лев совсем как у дворян на гни так сказать на гербе только в когтях нёс не скипетр а к коровье стерва ну да анонимный свидетель думаю знаем какого момент у нас вроде никаких масел и рецептов не открыто надо будет поисследовать их наверное по карте можно найти по-любому эти рецепты грифоны жили высоко в горах охотились на всяких представителей животного мира но поняли что люди вкуснее и проще как добыча то есть обитают только на севере они обладают дурной славой рецепты покупаются и находятся в книгах их надо пролистать как минимум чтобы получить запись а там что-то интересное рассказывается то есть то есть я читать люблю но занимать время стрима не знаю я конечно могу потихонечку все пролистывать можем какие-то самые интересные книги читать какие-нибудь там самые банальные заметки или тому подобное просто пролистывать кому хочется там почитать так колода для карт гвинта спасибо так задание у нас обновилась так собрать полную коллекцию карт для гвинта спасибо но сходом развития так сказать оружейного дела прошлые противники ну и не только оружейного дела но там и различных приспособлений для охоты просто с развитием всего человечества прошлые противники становятся более легкими в своем так сказать освоение и победе над ними ну давайте поговорим с гюнтером о димом вот не нравится мне его хвылочка честно слово еще и выше нет никак по-любому какой-нибудь представитель жизни по ту сторону закона подевается в черное и белое два шнапса это улучшит тебе настроение ну давайте выпьем ладно выпью ведь конечно нехорошо где но увидел 0 с подвижки дело я не ферр из венгерберга так сказать наладить контакт собеседником стоит как минимум хорошо ее описал а у меня так если я хоть раз что услышу то никогда не забываю фотографическая память интересные интересный момент давайте поинтересуемся с кем вообще разговаривать живые бродяга а то иногда некоторые дим вашим услугам бродяга это теперь профессия когда-то некоторые могут спилить пор после того как узнают что предстоит с чем имеем дело господин зеркало и в каких отношениях стеклянный человек стеклянный человек господин зеркало то есть он обладает каким-то способностями ну или творит какую-то связанную с зеркалами что за вопрос из баллад мастера лютика у бедного торговца нет другой окази прикоснуться к великому если только ему то есть он только косвенно с ней так же как мне знаком и он не нарвется на очень терпеливого ведьмака на самого Геральта из Ривии даже не удивился ну думаю бородяга он не просто так он либо какой-то информации барыжет точнее продает какую-то информацию и знает очень много по своим каким-то сетям или способностям либо либо не знаю молва наверное о Геральте далеко разнеслась давайте спросим откуда не ты тоже знаешь по балладам мастера лютика твое здоровье ушел от ответа говорил я просто обязан спросить речь идет о любви ну я честно не знаю но думаю это не менее не менее та черта ну точнее та деталь за которой мы ее ищем раз она нам во снах то какие-то свои взаимоотношения довольно таки яркие мы имеем ну не будем ему рассказывать не твое это дело или он и так знает все о да бродяга не заслужил чтобы перед ним отчитывались говорим что знаешь пока ты не появился мне и в голову не приходило что это йеннифер кто бы мог подумать к делу разведчик нильфгардского гарнизона ее видел где в их лагере она ворвалась туда среди ночи черная и белая крыжовник и да я знаю наорала на командира гарнизона и помчалась дальше куда удачи она либо спрашиваю в гарнизоне она как-то связано с войсками люди с большака данного королевства которая как я понял захватит когда-нибудь я окажусь в виде помогает а ты будешь поблизости потому что начальник оценил она сражалась как я понял и в этой захватчиками вот то есть с королевством севера королевство севера это не знаю не шарю а географию данной игры пока что в заметках в будущем и из рассказов думаю мы поймем так спросить у них не фольгарцев а йеннифер а она тут ждут подвыпившие ребятки ну что выпил ну вот честно первым в лицо бить не буду вот если вы ведут меня из себя то начнем ну капец вам знать таких не надо попросили бы по-хорошему сначала вы можно использовать конечно разум точнее контроль разума но кому не нравится набить чисто может ищут лицо таким хамлам не справитесь да да я на модифицированные ведьмаки обычные люди тоже разные ступеньки отойдите дам бродяги науку один на один давай ну сколько мне еще ждать магии пользоваться не будем это ну ну шо мы ведьмаки таки это а нельзя использовать тяжелые удары я думаю почему я не могу нанести то есть только по-легкому да нет чтобы не зашибить беднягу а эти подключились а ты поворачиваться а он блоки вообще всегда отбивает то есть без разницы за а я думал он только спереди отбивает и всегда пытался как-то извернуться приятно было познакомиться да 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 хе-хе-хе-хе чисто расквасили им мордасы чтобы поменьше свои носы пихали куда не стоит а где наша плотва а наша плотва вообще спокойненько ко всему отнеслась даже не дернулась ну 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 инстинкт самосохранения как я говорил отключается прям хочется показать свою животную сторону так еще и притупление боли иногда может привести очень серьезным оказиям сохранение игры игра сохраняется автоматически ага только на очередном этапе развития сюжета однако сами сохраняйтесь и бандиты всегда могут давать вам по мордасам это мы запомнили а сейчас мы сохранились ну получается мы же дошли до сюжетной развилки ой нет вечно забываю что не на ту кнопку тыкала не на ту кнопку тыкала и вечно ненадолго прикрывается стремецкий хе-хе-хе-хе ну плотва у нас с какой счастье с первой наверное я просто не особо знаю но по-любому она с нами очень это очень долгий путь проделала так давайте я хотел пошариться в этих различных иконках обучение ё-моё тут сколько и на все объяснение есть и на чутье и на диалоге и на дополнение так еще и про персонажей ух тут конечно зачитаться можно ну давайте все поэтапненько значит а тут персонажи книги у нас а ремесло а это рецепты а у нас есть военная кожаная куртка с различными эффектами только кузнецы создавать оружие и броню могут а а только кузнецы могут оружие создавать и броняки броню ну разделение конечно понятное но было бы проще у одного все это делать ну так на карте отмечаются понял компоненты сколько компонентов тут тут все надо тырить и моя душа рекует будем много всякого собирать и барыжить а то есть с ходом сюжета да у нас появляется появляется новая информация о персонажах понял то есть потихонечку изучаем как и сам геральт персонажей ага алхимия тоже тоже свои рецепты есть можно покупать или самому находить их но делать зелья мы умеем то есть никого искать вроде не надо и кроме как покупать 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 зажать а не так для изготовления эликсиров а то есть это ингредиент только это субстанция это с монстров как я понял падает картечу вот нам надо было картечь и саму или какая-то звездная штука еще нужно было необходимо да да то есть чтобы эти логово так сказать разрушать картечь у нас используется ну как в своем названии бомба с осколками то есть в зоне поражения наносит урон противника и немного огнем уничтожает гнезда врагов урон урон серебром то есть это против противников то есть тут селитра необходимо и по латыни или по-английски кальциум эквион алхимический ингредиент то есть кусочки кальциум а вот это я не знаю какая-то недоработочка может или с новым обновлением там чутка текст под исправили и саму бомба ослепляет противников ага то есть масла мы используем на сами они действуют наверное какое-то определенное время да на несколько ударов только а прям во время боя можно заходить в рюкзак аааа вспоминается сразу скайрим когда тебе там нанесли на опять же высокой сложности ну половину или почти все хп ты такой заходишь в рюкзак время замедляется и ты просто все сжираешь все что у тебя в рюкзаке есть да механика конечно такая прикольненько десять процентов силе атаки а масла у нас бесконечные да то есть мы один раз создали наверное и они у нас будут потому что каждый раз столько ингредиентов много находить я не думаю что мы сможем эликсиры белый мед снижает интоксикацию и от меня действует других эликсиров ага да да так как я и думал а масло так а зелье и бомбы после медитации восстанавливаются они восстанавливаются они восстанавливаются аааа я думал тут кроме тут будет это для каждого босса надо будет все по новой там ну точнее для каждого необходимого тяжелого боя все собирать все масла вот и не масло эти эликсиры там на какие-нибудь эффекты ааа с медитацией восстанавливаются или они восстанавливаются ты имеешь ввиду при имении при наличии ингредиентов потому что если так то тогда понятно в рюкзаке у нас пусто практически бомжара ааа так фильтры тут различные есть здесь находится информация о наиболее это важная характеристика первая спасибо что объясняешь как предмет использовать так ну я понял а тут вторая вкладка ну там для заданий и предметов различных для этих заданий предметов так это провизия понятно это зелье это оружие доспехи размер у нас на л2 отключается да то есть не все будет высказывать выскакивать иконками то есть примеряться на квадратик так папа то есть предварительно мы можем примерять предметы и смотреть как они будут на герой смотреться до буду иметь ввиду z буду иметь ввиду ну локации я думаю мы будем в большинстве случаев обыскивать полностью так что ну не быстро сюжет пролетать я хочу полностью тут все всю игру так сказать про просмотреть и постараться найти как можно больше ныче арбалета кстати у нас нету оно видно по заданию дадут изменить порядок ну хватит хватит у вас есть ведьмач электсир но чтобы его использовать его следует подготовить а а все все слетело какой я молодец а у нас там реально какие-то эликсиры есть то есть ну не на те кнопки я тыкаю у них тут за да вот на эти надо у нас есть волчий час который для для всех предметов необходим уровень персонажа временно необходим уровень персонажа снижается на 2 а то есть это для высокоуровневых предметов надо ну точнее близких к нашему и не я ссыть ускоряет восстановление энергии а энергия то у нас подразумевается может он мечи доставать прости парень кузнецов сынок пропал мужики начали ведьмака пытать тот аккурат случился у околицы но он это таким чик-чик башку ты отрубили какие истории интересные энергия не понял это восстанавливает которые для знаков энергии что да 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 тут хочется действовать хочется посмотреть получать по лицу и надавать самому ну я так и понял а получается стража тут настолько сильная и смела что может самому ведьмаку тут вмазать я думаю тут геноцид на высоких левелах левелах точнее этот прохождение устраивали в городах так что я хотел делай себе не 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 что я случайно по заданиям у нас получается сиреней крыжовник это а спросить у нее эвгатцев это это основной сюжет и дополнительных у нас есть собрать полную коллекцию карт это не сейчас это думаю на чуть чуть попозже а нафига тогда ведьмак необходим раз стражники обладают столь феноменальной силой им даже никаких зелень не надо или это опять же связано со сложностью может они на легкой стражники выносят там всего-то всяких трупоедов так что это находится сведения о заданиях да для отслеживания нажать не хочу я отслеживать вот данное задание я хочу какую-нибудь побочную сейчас найти чтобы о навыки пупу пупу навыков много навыков очень много а медитация бестиарий опять же как тут да навыков прям много ну правильная правильная тема то можно было бы просто бедные города зачищать со всеми без просто без проблем а так ограничивают так сказать способы игрока навредить этому мирному спокойному и не требующему изменений миру да так быстрая атака это ваше базовое умение мы его улучшать не можем да это тяжелая атака мощная точнее из мечей защита всегда активно школа волка то есть это для школы волка работа с арбалетом всегда активно но арбалета у нас нету соответственно умеем работать но приспособ не имеем а ну то есть влияя z как я понял на одной одну ветку на руках мы точнее можем синергировать или как-то улучшать из другой ветки ну довольно таки прилично из навыков из ночей ячеек для навыков у нас всего есть одна а следующий открыл в том уровне а тут на втором то есть они не не слева направо открываются сверху вниз ага по каждые два уровня вот эта штука у нас означает мутаген тоже открывается на втором ладно боевой транс всегда активен удары нанесенные в бою дают очки адреналина каждая каждая очко адреналина увеличивают урон наносимого а то есть получается мы набирая да как я и думал адреналин мы чуть увеличиваем урон но 10 процентов это думаю неплохо мы там где-то три очка набираем если не больше или не меньше ну как-то то есть чтобы нормально так прокачаться необходимо по сюжетке да я думал как чисто выполнил целую кучу допок на этих на локациях и потом такой приходишь к боссу по сюжету делаешь жим-жим плечиками он падает и все а тут надо сюжетные миссии так сказать важны да ну тоже да своеобразная показатель что квестики сюжетные проходить надо но сюжет же по факту он же не может там мне все запороть то есть там я проходя например только по сюжету уже не буду сильно там отличаться от боссов вот они у него не боссов от противников потому что было бы тогда думаю ну и не слишком сильно по крайней мере если сюжет дает много опыта так а тут качается что у нас память тело то есть мы увеличиваем урон увеличиваем урон и адреналин прирост качаем ага отражение стрел в цусиме кстати такая же тема была тоже стрелы можно было отбивать ну правда если они попеременно летят друг за другом то стрелы фиг это беж ну понял да ища по миру всякие злачные места мы собираем снижение идя по сюжету мы получаем хорошо так опыта да молниеносные рефлексы при наведении арбалета время замедляется еще на 50 то есть уже замедление есть тут не пишется кстати и прирост адреналина все качает нам адреналин и сам адреналин он у нас получается урон ведьмака уменьшается на 33 процента а а тут получив урон ведьмак теряет на 33 меньше адреналина и получает еще один процент его прирост а сколько мы потеряем тогда при интересно при самом действии мне интересуют навыки солнце и звезды так инстинкт выживания максимальное здоровье на 15 техника школы кота меня интересует пополнение здоровья по по времени реальному времени так это выброс адреналина управление огнем но пока у нас еще ни одного очка опыта точнее этих навыков нету думаю чуть подзабьем на это вот я хочу найти то что мне хп даст потому что мы его первым возьмем тяжелая артиллерия в полу битвы а вот лакомка да она подсвечена с едой был следующий уровень восстанавливает здоровье после еды длится 20 минут то есть каждой еды мы 20 минут восстанавливаем здоровье ага ну запомним а это что дает напоение силой мы можем выбрать какое-то место силой которая даст нам усиление но может быть только одно такое место ладно понятно медитировать я думаю бесполезно пока мужики начали ведьмака пытать тот аккурат случился у околицы я видел еще фишку тут что если поубивать коровок в данной локации начальник то прибегает какой-то злобный черт и как бы дает игроку люлей но если спрятаться от этого черта придут странники и убьют этого злобного монстра и можно будет его залутать опять мест силы да а место силы нам получается дает какое-то количество опыта и какое-то усиление да как за открытие очки для прокачки дают да 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 так и подумал понял ну думаю вот эта штука обозить я не буду я не как бы и не особо знаю куда тут как и залезть о этот торгаш кстати вот и снова увиделись благодарю за спасение без вас мне в конец пришел люди это ведьмака вот по факту усилил немного магию это ремесло порядочное а какие-нибудь вот эти камни не усилят а а а сколько времени тогда места силы длятся то есть они там ну минут десять предположим да и на одной карте надо все эти места силы посетить если они присутствуют конечно эти пять мест да и достижения получится давайте посмотрим что он продает взглянуть может тоже карты всякие эти для гвинта снаряжение а я как понял редкость предметов тут выражается в цветовой гамме то есть тут есть обычная без цветовое зеленая по редкости редко это синяя следующим классом я пока могу предположить что будет какой-нибудь фиолетовая или оранжевая и опять же может идет следующая оранжевая а на этой локации есть да понял понял з и опять же есть карты для гвинта те же самые я просто не помню названий напомню их было а нет другие наверное а тоже где-то в общей сложности 140 монет на них требуется ага ремонтные наборы то есть у нас ломается оружие еще да а снаряжение не ломается седельные сумки это на лошадку нашу плату ну а как же раскачка в предметы ну там нахождение суп супер не знаю просто покупка каких-нибудь расходника я думаю когда с локации уходить будем все приобретем а вот на данной начальной стадии думаю пока пока повременить с этим можно думаю вложить деньги какие-то более прикольные прикольные вещи может тимирские шоры а это на уши тоже да а ну то есть сражаться им можно а то если вспоминать тот же самый данный дает лайт или это айланд то при поломке оружия там конечно урон соответственно поломки он тоже снижается и по моему им в конце нельзя пользоваться даже будет нули опять же очень снять сильно снижен урон а алкогес то есть это компонента ну ладно береги себя за удачки тебя еще один момент помню тут на дне речки какие-то предметы были может полутаемся еще а и такое да может быть то есть соответственно и снаряжение своему уровню ты можешь купить а потом эти деньги как бы а как нырять она квадратик на нолик вынырнуть а тут кстати очень мелко я думаю тут ничего не найдем а вот добыча которая с противников падает тоже подсвечивается да а то я на трупоедах то это две сумки собрал и больше не заметил что это у тебя с рожей пацан чисто бегает по кругу ну ладно а карта у нас есть да карта у нас считай открыта полностью это без этого тумана войны но думаю места тут какие то вот наподобие этой деревне чтобы как значок открыть надо посетить их а все подсвечивает понял тут есть задание но если идти думал по руслу реки а сюда нам надо да по заданию основному думаю сейчас задание какое-нибудь возьмем может по пути по нему еще пошаримся где-нибудь а неплохой меч неплохой а например если я найду его 10 уровня он соответственно при найденном своем состоянии будет тоже 10 да то есть не первого а то если поднимать надо с при десятом уровне с первого ну или как-то качать это с 10 то не очень не сомневался что вы такие хорошие предметы надо свою пятую точку подставлять подать одно злачное место так как поставить метку а на квадратик пойдемте какое-нибудь задание присмотрим себе и по деревне может посоветуемся еще посмотрим предметы тут найти можно да нет вроде спокойно было такое только мальчон утопит сожрал ну спасает в природе прикольно да я думаю этого его бы еще и сделали каким-нибудь имба оружием которая с повышенным уроном по сравнимый со своими аналогами было бы то прям какая-нибудь читерная вещь была бы а так нормально чуть слабее зато всегда твоего уровня и не надо искать что чуть сильнее так я в изблоще хотел зайти сейчас зайдем может посмотрим какой утецкий тут бывает точнее что можно потерять у данного населения сухофрукты тема дорогие блин сволочи но вкусно я там какой-то алкоголик нашел то есть а то есть я риданская пивасика риданский пивасик да наверное какой-то хороший а да то есть она как минимум подстраивается то есть по урону по характеристикам там например брони той же самой и она подстраивается интересный момент кстати чел какой-то подозрительный а с тобой заговорить нельзя может задание дадут с висишками тут не поговорить они а бегать я не могу в доме да она обидно лавки в лавке поутаться забыли курочка о тут сундук есть может это а тайник это для нас вещи складировать ну то есть да наше личное так сказать хранилище и он перемещается с нами по всем местам прикольная тема правда не объяснили не объясняют как и почему ладно какой у нас кстати переносимый вес я чуть 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 этого не понял сколько мы места можем точнее предметов носить с собой раз они вес имеют 60 фунтов килограмм в чем тут измеряются предметы не понимаю не знаю в чем-то измеряется ну давай быстрее потихонечку тут полутаемся пока до задания идем так а что у вас тут интересного имеется кукла на продажу наверное потому что она у колдунством плане какого-то шаманизма мы не имеем да 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 я заметил что там деньги выражаются и вес в характеристики снаряжения а при перепели при перевесе вот например я унесу там вместо 60 60 и там например 0,1 то есть это все равно перевес будет да то есть превысил нового он не может нести на пол гроша больше и мы будем медленно идти там или как-то не знаю что-то подобное будет он мешочек а вот так и запишем перевес плохо перевес нельзя ну вот туда это как-то я пытался босса в тяжелой броне замахать ноги просто мобов побить и он так медленно и тяж плохо это делает так перекатывается что боже мой считай на месте двигаемся а по лесенкам мы не умеем ползать да то есть только первые ярусы ну давай быстрее мы и деньги можем воровать ух я случайно какую-то книжку нашли это туссент герцог сказок и чудес про что-то что-то интересное тут рассказывают как живут люди сказочно хорошо все подобное деньги имеют вес а как же обезличивание весовой категории в играх чтобы я мог например 10 тысяч монет собой носить и при необходимости платить за все необходимое прям реалистичность большая весит они скорее всего немного потому что бы если бы много я не утащил бы много всяких предметов так предметная доска обычно герой внимательным образом изучает края куда его заносит судьба никогда не знаешь что можно найти интересного за поворотом там опасность кузнец всякие диковинки а может всякие прикольные чудовища и данные подобные места мы на карте отмечаем понял как место силы гнездо чудовище это видел до броника точила точила непонятно что делает остроту оружия соответственно урон данным а да я видел сумки для лаплатвы например самом начальном не не в этом не в баре а точнее в баре этом харчевне или как называется тут данный вид постройки а вот у чувака спал там у него были всякие улучшения на плотку по весу по энергии да да видел а вес увеличивает это зелье соответственно как и все зелья на определенное время да то есть не навсегда а навыки соответственно по и поднятию веса присутствует надо будет глянуть смерть захватчиком это явно против людей слушай слушай честный народ севера если жаждешь ты свободы если готов сражаться с оружием в руках биться за родину уходи в леса с каждым днем сила наша растет и совсем уже скоро мы покажем нильфийским крысом что народ ты мэрии не склоняется под вражеским ярмом ярмом я особо не помню куда и ударение в данном случае ставится вроде на в последний слог и не да и не сдаться без боя если сердце твое болит из золотой золотые линии на синим если ты скорее умрешь умереть согласен ну короче это сопротивление данной области против захватчиков пишет задание она нам дало какое-то задание принимаем добровольцы это это памперскую армию принимаются свободные люди рекруты пишут как хорошо что они делают и служба будет в течение она то есть типа допишут поступайте на службу вас всем обеспечен но думаю ведьмаку это не особо интересно просто так читаем разыскивается дезертир вот это может что-то интересное бежал из военного лагеря попадка покровом темноты разыскиваемый новобранец недавно вызвавшийся вступить службу имперского величества имеет имя одрин но я не помню чтобы мы встречали персонажа в таверне с такими временем рожден казведене то есть в этой деревне но по его слухам скверное правление короля хэнцельта подвигу его на то чтобы вступить в ряды армии императора не особо шарю за географию император это захватчик или император скорее всего который за данной территории был бывшим лидером точнее этим правителем он оставался в онных кидах в течение двух дней или нет фиг его знает всякий кто его найдет местонахождение девица в гарнизон словесный портрет вот это важно среднее телосложение жилистый лысоватый лежал в одном из подням выбравшись из дренажной системы нужников а потому возможность спереди ну да своеобразный побег может другого выбора у него не было как старого борово особый примет их и хриплый голос о пьянстве свидетельствует о всяком понятно новый порядок это о новых законах говорится законы не фигарской то есть новые законы нефигар нефигар да вот боже ну из названия защищают нас бастиан мой друг ладно где же ты брат а задания то будут какие-нибудь я не пойму берем их или что просто читаем это брат пишет другому своему брату парень брату пишет типа что потерялся до заказ лихо у колодца то есть появился монстр у какого-то колодца и мы получим за вознаграждение и сколько мы заданий взяли хорошо так хорошо еще раз хорошо хорошо доступные за на издание задание то восклицательный знак переключаться между ними можно да спасибо я уже посмотрел я хотел бы задание грянуть до свидания дополнительная дуни вельдверат сделаем у задания все всего одно задание то есть там найти брата какой-нибудь мы таки не рассматриваем но но потом заставьте меня по заданию в кое-нибудь сам ягоду смородину принести фиг выполнил а это у нас кузнец и чё-то у него здесь полезу а вот что-то прохладным не стало ночью вот я и развел огонь под кузней потряскивал а так приятно за 1 калбаску пожарил сарказм сарказм ты думаешь что случилось баран спалили мне халупу мастерскую все я потерял получается задание же мы будем можем брать не только за эти доски но за досками этих так сказать объявлений но и у персонажей то есть мы для раскрытия и торговли нашей торговли с этим кузнецом должны выполнить его задание ну ладно не очень жаль ты кого-нибудь подозреваешь я бы дом потерял я живу здесь полвека думал они меня своим считают а все поменялось когда пришли черные я единственный кузнец в округе что приходит гарнизон работы извините сады пугнутый панцирь дорогой подковы ставлю но я не понимаю на древний эльфийского горцы не платят и гроша дают только материалы и приказывают а люди не верят они думают что я богатею на их несчастье сплю на кучу золото вроде как дракон перестали со мной разговаривать плются при виде меня такие жестоки завидуют бедняги то есть у нас сейчас есть выбор либо пожелать ему удачи либо помочь давайте поможем я могу найти это проблем не вижу готов в этом немного у меня осталось но я дам тебе все но они не все там объявления висит как разрушил как что-то шевелится за хатой я там потом поглядел никаких следов не нашел у меня же нет кошачьих глаз ладно удачи а то есть об особенностях ведьмаков все знают да кошачий глаз там все вот эта магия еще интересный момент это представитель такой расы вот я конечно не читал книги игру я игры прошлых серий не проходил ясный моментик в игре присутствует фэнтезийная раса раз есть всякие чудовища драконы например там дворфы те же самые дворги вот тоже самое просто в разных названиях эльфы и всякие там разномастные но русалочки точно знаю есть а вот такие вот представители мирного населения давайте поищем это так сказать кэшбэк мы помогаем тебе не запросто так точили на камень вещи были улучшены до увеличивают урон как я и думал понял всякого то есть тут фэнтезийного есть так под следы наверное сзади дома будет потому что логичнее заходить сзади смотреть стружка от огнива поджигатель похоже зажег здесь факел бросил его на крышу а потом пошел в сторону сада а странный момент еще вот соломенная крыша она не провалилась и не полностью сгорела вот как-то это странновато выглядит со стороны так часть секунду подождите давай крутой 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 сонок еще так ребята я чуть-чуть отвлекся как сказать дети это радость дети это хорошо так продолжим осмотр включать мы между великой в наушниках это типа кошачий глаз когда мы долго активируем и что какой-то такой прям коротенький очень звук так идем по следам у коробки не знает что завтра будет хоть я вспомнил помню там что это подозрительный парень был может он во всем виноват или нают так тут полутаться можно и рыбацкая сеть но думаю ведьмаку это не особо как-то пригодишь маке вошел в воду видно хотел запутать следы давайте еще вокруг моста посмотрим солнышко светило быстрый здесь быстрые эти переходы интересно тут ничего нету чается папа пошел сюда на супруг я большую размер сюда по любому какой-то взрослый сделай свои следы были бы соответственно его его возрасту пошел дай четко к тупанул учатся если следы затерялись то он должен обойти с этой стороны дисциплина соответственно или или просто там через некоторое время а вот да он обошел получается мод вдобавок ко всему он потерял башмаки так красненьким ботинки как улики у нас получается следы как ну соответственно тоже улики но только ведущие нас то есть да воровство она против стражника это не очень разумная идея там еще к чел на ком-то на ком-то языке да да как я и думал я смогу узнать его пора не парень который здесь находится виноват во всем следы когтей утопцы у тебя это должно быть он горе поджигатель нарвался на утопцы от тебя и да ух какие словили только поджигали мастера страумного ответа под другим действием это точнее эффектом это и не осуществлю духа не хватит и красноледы из них на их кучи жадные как сорок за золото все сделаю мечи курют которыми нам нельфы потом горло режут я говорю послушай говоримся как человек с человеком меня не выдавая фигушки то я тебе заплачу воров ворам покровительствовать не будем этим всяким нехорошим преступником что уже потратил что осталось будет твое но я думаю ему хватит уже мы если бы этого бедняги щас тащим то он может и не свою жизнь так сказать не удержать спокойнее вы и иди со мной но ты хорошо а то что тут типа родители стояли и все слышали нормально да я должен извиниться неприятности ищешь что тут все-таки агрессивные не пойму то есть он вообще от меня отойти не могу или он очень медленно идет 5 г чисто проходит стал и пройти ну ковыляет он конечно максимально долго нам сюда да ковыляет он по факту просто за нами идет без радиуса ну вроде да значит сейчас встанем около этого кузнеца а то есть даже доходить не надо квест сам сдастся подъем что не хватает еще вещах происходит и как менее милыми нашу деревенский поджигала и ржан на работу пора и белка и я с твоей матери ни разу гроша не взял вот так вот благодарю но с меня хватит солдат на минутку я выпил не знал что делаю я вам уже говорил мастер мы поможем вам отстроиться как только придет подкрепление материала уже заказы да не в этом дело вот поджигатель ведьмак его поймал это кузница имела стратегическое значение для гарнизона значит ее уничтожение саботаж значит обойдется без суда на дерево его я конечно предполагал что будет приведена в действие стража в большинстве случаев думал предполагал что двор самому людей да ладно суровая кара ну за дом-то до заслуженная знаешь сам и два раза вот китай просто руки отрубаю думаю может хотя не здесь порядок наведут а тут думаю законы не я особенно если ты пытаешься государству помешать их составки оружия что я успел вынести в войну ты наковальня цела кое-что могу выковать так что если что понадобится скажи сделаю скидку пам-пам-пам-пам 40 опыта ну как-то не густо прям и 20 крон всего дали до приветствую старого клиента так товары что у тебя еда товары это что рубашка а нафига мне обычная без брони в руб седло седло только сумка точнее что олова металл для и рецептов меда финише и компонентов опять же хватает а я что-нибудь скажи что у тебя есть на продажу рецептов оружия на есть премесло понятно что за работу платить надо на создание 39 как картошка в этом в баре то и точнее в харчевне честно так компоненты конечно же наша если есть компоненты можно их привыкли да да вот сейчас вот уже посмотрели убрать улучшение починить ну давайте пока чинить не будем может меч какой-нибудь и получше найдем сделаем не одну вещь и надо ремесло сделала мне кое-что это и если мы снова понял рецепты покупать я ешь на все деньги то найдёшь придется собирать листом заниматься дополнительными заданиями сейчас у нас задание покушать то есть с собой мышек определенное количество набрали надо посмотреть нет рюкзак непривычный тут смены вкладок то есть на l1 r1 тут меняются вкладки а в самом так сказать разделе при помощи стрелочек 5 покушать маловато конечно да здравствуй надо аминат да да ну конечно же можно закупить три дорогого ремесленка наверно если он их продает а так все приходи со своим получается можно еще по домам папа бы порыскать чутка по по приватизировать себе предметов до первого уровня и потом мы возьмем автономный хил то я так здоровье очень быстро по этому свечку зажгли и пойдем выполним первое свое задание на убийство монстра так не забываем про то что у нас есть кошачий глаз да да приветики ну вроде тут мы все забрали вот меня не нравится что нельзя на локациях зданий бегать то есть очень медленно персонаж передвигается это точильный камень туда а загадки данной игре присутствуют я просто не особо знаю но вот поиск сокровищ на а вот загадки нет закрыта а как открыть какие-нибудь загадки там предметы вокруг определенные есть на глубине вокруг этой мельницы так сказать порыскать на дне поискать может и не будет затонувший груза найдем женщина взяла покашлива нам присутствую да по секретике то я знаю вот про головоломки я не особо что-то не то что узнавал просто не слышал не откуда вы уже деньги вот знаю по прохождению точнее прохождению по смешным роликам одной компании они там какое-то соревнование устраивали там одно задание было найти какой-то корабль призрак там в определенное время спауниться и надо было найти вот явно это посмотрел а лошадь у нас подзывается как на l2 на l3 а двойной нажать лошадка поехали по заданию все по дороге гуляют всем пофигу что она как бы не дает для этого предназначена спасибо еще раз можно ставить разные метки 10 есть особых а нам получается просить у нефгарца я хотел другое задание дополнительное вот это вот найти дуни и вильдверта у тебя где у нас белый сад локация называется фильтры еще есть так выключать отдельные центровать карту пассива найти сожженная деревня пройдемте туда значит нам на другой берег как раз можно будет еще полутаться может найдем какие-нибудь сундучки берегись а сучка как сожженная деревню по-любому все забрали а вот лошадь голодом скачет двойное нажатие а заканчивается она когда она дороге она бесконечная давай опять же потихонечку познаем всякие механики пошла тут мы помогли торговцу животные если по факту у нас тут имеется компоненты одной из них шкура мы можем охотиться на всяких различных каракозябр имея ввиду не чудовищного характера какая-то стена разрушена пошла он что-то подсвечивается может какое-то событие или старую снизу моста но может может у детский лежит сейчас глянем а сюда тогда какой-то корабль потонул а потонул он вверх по течению получается мы вот здесь стоим получается где-то вот тут вот около данных мест корабль затонул и можно будет порыскать поискать может что-нибудь интересное будет как это все забираем обрезки компоненты тут есть физика плавающих предметов прикольно поехали дальше а другой страны еще не посмотрел по факту там ничего не должно быть так как течение это течение это ввело с другой стороны коробки бочечка неутабельная возможно взрывоопасно взбираться ты не умеешь да то есть только только пакет тупом забираем сюда бы в портал добрались до края света дальше живут драконы по попов то есть ограничение карты это вот этот белесенький туманщик надо а походить то можно или лица разворачивает нас тут мне выпрыгнуть желательно вот ты конечно одним словом не выразиться то есть здесь мы не пройдем нам надо как минимум либо по этому берегу искать либо на другое переплывать давайте переплывем может и чутье путь поиспользуем но тут чисто от меню воздух есть характеристика а вот тут у нас трупешники раствор тути той бутылки какой-то вообще весь весь шлак собираем как я понял точнее можем кожаные ремни вот так сохранение а то сейчас начнем около главного здания харчевни все и весь сюжет точнее весь прогресс у нас из знаков что стоит у нас стоит я бы поменял наверное на клэн а эти чуваки владел палочные потому что если я воду зайду они маски метод начнут кушать там ну сколько мне еще ждать вот и фига туса клэн больно уж долго восстанавливается при помощи еда из них ничего не выпало что ли чисто у детский из таких пизняк забрать а нет вот подсвечивается такими огоньками кровь чудовище и москова забираем вот такая своеобразненькая добыча еще ребятки как могли использовать и откат сразу скажу то есть перед боем и в течение боя лучше использовать а я не плавать или он пробил понял что он блок пробивает а почему он клэн проделать я в блоке был это мне непонятно ага по вылазили уроку давайте давай тут по одному из зоны агро маленьких по одному их вылавливаешь и довольно таки неплохо микро потому что в окружении вот такой силик о папа прям аккуратней надо быть когти собираем короче все храмы самое нужное то что знает ведьмак из лутец кого тут можно было конечно как-то хитро масло использовать при помощи вне наверно бочки чтобы взорвать вот факт я еще не знаю какой радио взрыва этих бочек клинок предмет редкий неплохо рунный камень ну пока фиг знает для чего ну может в оружие броню вставлять но по эффектам я не знаю что не значит рецепты это понятно и рецепт не суть это зельки охотничьи сапоги толченый жемчуг еще малый камень рунический рецепт и вырванная страница отвара и кима формула ага давайте посмотрим может одеть сможем так одевается через x а до этого в обувь у нас была такая да а сравнить можно 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 так я хотел бы сравнить другой раздел описание а сравнить да можно но по броне чутка поднимемся и по практически всем сопротивлениям давайте стальное оружие 6 процентов дополнительного урона а этот дает 25 до того дополнительного пробития брони то есть против людей стальной клинок но у редкого урона побольше давайте так надо найти где подняться он там справа правой стороны есть склончик небольшой по нему и поднимемся думаю то залазить по маленьким точнее не по небольшим как небольшим его рост ведьмаку как-то зазорно потому что со своими физическими данными на руках может прыгать что я уверен подняться подтянуться не может какой-то быстрый переход народ собрался чего такие агрессивные я может безбашенный ведьмак девочка спит на полу хотя кровать есть в утецки в ящичке можно еще забрать еще малый гриб силы это надеюсь не про меня так сколько тут домов получается раз два три четыре пять шесть шесть в этой области и у разрушенной какой-то части еще пять домиков есть точно эх-эх ну как по факту у нас зрачок же вроде вертикальный или горизонтальный по моему вертикальный потому что змеиный взгляд называется ведьмачье чутье но это все для спасения мира надо вы не поймите а это дверь некоторые предметы разрушаем и то есть телекинезом знаком арт мы можем разрушать предметы или взрывать картечью но что-то как-то для двери очень дороговато бомбу использовать прям разлетелась дверь сундучело слиток серебра неплохо и кого-то тут зарезали перелазить мы умеем умеем тут открыто и сундучело еще один больше вроде ничего не видно приближаемся к цели нашей миссии сгоревшим доме пустовато все вынесли или сгорело может тут что-нибудь есть но тут мы проходили как минимум когда будет безопасно люди не помещаются или помещаются люди помещаются а собака прямо и очень яро разговариваешь со своей ошибок и исходе подняться это волнение а моего брата бастина хотя теперь уже наверное моя понимаешь бастин бился с черными здесь неподалеку большое сражение было и с тех пор от него никаких вестей говорил я ему сделай как я отрежь себе палец или два тебя и не заберут он побоялся вот орудовать мечами с одним с отсутствием одного и нескольких пальцев не очень себя затея на твоем месте я бы осмотрелся на поле битвы был я там море трупов и трупоедов слышал я когда-то что они боятся огня так попробовал разогнать их факелом нихрена скажу я тебе если бы не гусар они бы меня живьем сожрали послушайте эти мечи не для парада носишь защити меня от гулей и помоги найти бастина я тебе хорошо заплачу ну давайте наверно на этом поле битвы и ресурсов бюджет нибудь подобрать не так сказать за милую душу так еще и задание тело забрать чтобы бастин не гнил под открытым небом вместе с ним встретимся ну и немного с человеческой точки зрения а дальше пойдем вместе а то есть ты меня проводишь да ну подожди полутает долутаюсь точнее так это курятник у нас из домов мы получается полутали этот 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 в этом пусто в этом пусто тут у нас домик останется вот в эта часть чуть позже зовут а практически эту маленькую деревушку все конечно получались какие-нибудь нычки кимов типа где-нибудь там за домами от разбойников и мы их найдем может быть все возможно давай плотва вот думаю это задание выполнил и потихонечку будем закругляться сказать впечатлений моря всего всего переизбытка информации надо переварить из чистой головы приступать потом она лошади мы не можем ингредиенты собираем да столько трупов война только началась больше всего же бывает при вначале военных действий и в конце когда уже идет не война а какой-нибудь самый геноцид получила или различные вообще этот лут который мы собираем что-нибудь стоит это я можешь собираю тут и гамотина а то есть обычные продажные продаваемые мечи а где эти топоры тут помечены то есть продаваемых я их не вижу тут их тоже нет идея аналогично а впрочем тут есть вкладка заданиями прочее то есть хлам всякий как он стоит топор например 14 прилично и вечер и весит прилично правда там забить инвентарь и не можно на или легкую ема и наши паши ты скользим по ним вот это я понимаю ведьмаческая прыть сейчас край с краев пособираем тут лутецки потому что как я понял вон там при колебаниях какие-то существа недоброжелательные по-любому к нам обитают потом и до них доберемся набор ремонтный вообще хорошо он там стоил довольно таки прилично вообще почему их не собрали не сожгли вот интересный вопрос это тупецки нету не не обдирается точнее не собирается бутылки водички тут за много тут унести придется вот стойте в своей зоне агры я не плате поворачиваюсь они подходят ладно тогда разберемся сразу ой не тот не тот не тот знак скотина вот вот честно подметил не дал мне знаком попользоваться я хотел два раза его оставить вот чуть-чуть вот спиной спиной не поворачивайся пожалуйста за милую душу сидят обновим так минус минус заклинания постоим подумаем и днем и заклинания точнее знак лук еще раз по тяжелым атакам пройдемся по папа пробил хороший знак вот согласен с комментарием выше что не прочувствовали на тот момент не прочувствовала но получается и оглушает их на некоторое время но буквально на пол секунды или убивают им атаку не на того нацелился брат не на того согласен надо сначала недопитка этого добить так вот станет он конечно знатно своими дальними тяжелыми атаками раз-два так не успеваю отпрыгнуть мяско тут залутали но я конечно бы не ел лучше струпа на поле боя мясо можно чем-нибудь заразиться к примеру да да камера при нацеливании на 1 на одну цель очень может крупномасштабных или тех же узких местах там куда-нибудь за заедет что не видно ничего будет так но тут еще полутаемся но вроде по а вот еще вот это все продадим с чистой совестью рассказать что найдено то наша там наша плотва так что переживать не стоит стоит нас ждет красавица микро кажется учета чапкой или это я хожу по трясению с таким звуком она я скорее всего гнездо чудовища а всех в чудовищ мы зарубили с конечно не ловил при первом моем появлении ветер тут какой-то чел крутой погиб самый разноцветный из присутствующих магия это место силы еще одно тут есть это место появления чудовища зачерпнуть силы а то есть удерживать я думал он типа как присядет сам при нажать и все и успокоит очко умения есть спасибо да за объяснение что при уровне появляются очки умений есть ветки зажимаем квадратику типа улучшаем это ваше основное спасибо я хотел бы взять в данный момент сил ну вот надо будет еще почитать какое усиление она дает для какого знака вот мне вот сейчас интересно будет не вот это всплывающее окно чуть-чуть это иногда подбешивает она конечно молодец что объясняет но не пропадая это как-то не то давайте возьмем тогда вакомку скорее всего как минимум один из основных науков я возьму его чтобы здоровье себе восстанавливать не сдвигнули какой-то уничтожить ну да давайте по заданию пройдемся вроде ну там и тут более-менее забрали все конечно может какой-нибудь опять же тайничок имеется молочах тут вот 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 сейчас вот все вот сейчас прекратим вот последнее вот вот это конечно изыскание очень хорошая я согласен что в самой горячке боя так сказать на самых своих лучших и рассказать рефлексах приятнее снова приятно но я как игрок который ни разу не проходил серию игры ведьмак не знающий особо механик данной игры как игрок который не особо хорош в парировании но уклонение не знаю бой вроде более-менее пока получается а вот парирование тяжело бывает вот хилл мне обязательно а то я съем все свои запасы и буду просить добавки тут же навыки можно и не использовать точнее можно и же снимать так что если да 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 я первый раз прохожу серию ведьмак ну как первый пробный я конечно делал буквально до первого города дошел так значит прочувствовать чтобы сюжетную линию понять как вообще работает игра но основные механики не вдавался так чисто попробовал игру на зубок и вот теперь с вами прохожу с самого начала изучая все 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 сам ну и с вашей помощью если конечно добрый чай тих изъявит желание помочь а то подавай некоторым жестокости и мясо по факту весело изучая все самому но долго и вдумчиво конечно и чего хорошо что ты пришел бастин его тело должно быть где-то здесь точно так же как тела сотен других и что собираешься осматривать все трупы подряд все ребята которых призвали из белого садики я рисовала на счетах маленькая обаятельная страна чтобы в битве видеть друг друга издалека сделай так чтобы всем было веселее что по этому мы быстро найдем весь отряд и так далее примеру или автора в битве солдаты бросают щиты особенно когда проигрывают одного щита тоже хватит когда гусар учует след и поведет нас ну пойдем чем быстрее с этим разберемся тем лучше но я вроде тут все зачистил погнали наверное вот по заданию вот тот тот чел в красном был уважен точнее необходим нам потому что он самый такой яркий и все и вот этой нет не он честно ладно давайте посмотрим это сын соседи бам то есть мы каждый трубой могу оглядывать сейчас так и тащить что бусар чуешь хозяина ой шоу лучше ткани долутались погибшего солдата это в каком-то секрете киа говорит письмецо а мы его нашли уже получается получается мы нашли секрет просто тупо случайно для вот тут нам рассказывает о том что на берегу он свалил кучу сундуки ему помешали ну или просто не знают там же как-то появились водолазы в эти как и не называются в сказках водяные его водяные может пугнули его не дали запах закопать ладно давайте еще полутаемся еще это он нет это сын соседей сын соседей ну так что гусар чуешь хозяина так не хотим отлично меньше может один из этих это лошадь а тут-то парижка соберем но мы из зоны области вышли вот вот тут еще два из красных пятна он нет неправильно не он так не он кожа все свечено ну так что гусар я знаю что можно сказать может это он ничего ищите тюреме тюрьмейские щиты он его учуял пусар и сейчас время языком треники давай сделаем что нужно и пошли отсюда какой тут след имеется а пса по следам пса давайте сохранимся а то что-то как-то слишком 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 расслабился да 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 если так смотреть то прям та самая к цена с кучей трупов людей лошадей там по-моему даже камни чё-то раз разошли в сторону это еще ничего поручик сказал нам ходить сортир по команде нас из а вот и какие-то дизертиры по моему мнению нашли солдат с полным желудком притом двух разных сторон у них расцвет коровники сидеть пока не высидите представляешь болван надо наложить давящую повязку но это позже после того как ты объяснишь что здесь происходит бастин он он тебя взял в плен этот вообще начальник оценка вообще топовая все помни жизнь спас меня ранили в бок потом по башке ударили так что у меня зрение ошибло ростон наткнулся на меня когда полз через поле он лодыжку вывихну сюжетные косички имеются да да но это дома чтобы прям не усложнять игру игроку заберутся и многомиллионными надо заняться твой миранами и что он на грошу создали логовый пару человек у этих монстриков от своей будете он не может он же дезертир его тут же по факту если его у нас найдут тогда повесит всех вместе с моей лисье и речи быть не может черная останется здесь ну да своеобразная так сказать созданная сцена они произведены но от этого не менее прекрасное зрелище осуществляется на экранах так вообще не знаю что тут решать они сами как бы сами должны решать без посторонней помощи не мне же за косяки их отвечать да 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 если бы вы очень много монстриков было бы трупоедов то никакой ведьмагу и ну если конечно не клан бы целый пришел орден или как они тут называются со своими общинами пришли бы но по факту тот его спас жизнь за жизнь но я бы даже были за черный бастин бы уже умер может ему покажешь что помощь должна быть карьерами от имена считают в любом случае может они придумают какую-нибудь дам я ему и русскую одежду обучу работать в поле только вот акцент пусть будет не ладно будь что будет бываю ли не моего люди спасибо ведьмак вот твоя награда и дохранят тебя боги но вот единственный но практически человек который не послал нас а похвалил ну как похвалил поблагодарил за выполнение своей задачи это понятно нам тут объясняют как лошадь свою позвать получается тут мы залутали вот тут и тут опять же очень близко у меня не поворачивается точение не продвигается курсор конец карты близко вот тут какая-то стена есть мост тут леса в лесах может что интересная будет вот типа рядом связка цены можно начинать ну как минимум вот можно считать благодарность кузнеца вот челика которому помогли который на нашего мнения на наше мнение не все равно трактирщица тоже довольно таки благовоспитанная женщина ученые там он по-своему вот тут какая-то территория около деревни еще есть тут какие-то пожженные домики может тоже какие-то набеги существовали и конец карты очень близко и тут какая-то маленькая тоже пожженная дерево ну не деревушка это даже хутором можно назвать всего-то пардоник тут на болото похоже честно говоря местность такие затопленные маленькие островки среди водоема опять же с домиками островки даже не знаю что на них может быть вот какой-то разрушенный да так сказать пробный пробный вариантик такой понял по небольшой локации побегаешь осознаешься себя осознаешь что делать и давай шуруй по габаритным картам честно тогда давайте вот вот есть у нас тут два вот этих места не понял не помечены что ли вот тут вот тут у нас место чтобы не забыть поставим меточку место этого как называется то я забыл но убежище монстров скопище их и где-то вот здесь вот вот здесь вот да было поставим две меточки чтобы не забыть прийти а сейчас наверное стартанем ага локации всего 5 замок императора ну звучит интересно архипелаг скеллиги на корабликах покатаемся но звучит все очень даже в будущем интересно это без дополнения у меня какие-то дополнения присутствуют точно не скажу можно и конечно посмотреть на ой можно и конечно посмотреть настройках колода для карт вот сейчас настройках наверно посмотрим настройки локализация не то игрой процесс тоже не то но где-то в начале наверное вот в главном меню видел танки моды можно пройти ну да нормально нормально понял побегать порезвиться есть где а сейчас давайте погнали в главную деревеньку нашу от нее уже там следующий раз и начнем и будем потихонечку заканчивать лимитский сегодня вообще нормально так пошел сыграли даже больше чем я ожидал затянула игра затянула но по факту я не особо много точнее мы прошли так поразбирались тех в основных моментах механиках сказать обучились игре в гвинт пособирали лута лута чуть-чуть то есть полудоманили поняли что деньги нужны как и опыт со снаряжением выполнили всего пару квестов даже троечку всего и ну и по зачистили несколько этих точнее пару опять же так куда нам я чутка под это дал ну ладно давайте заедем еще сюда вот мне вот очень интересно что там есть до самый такой показ самый длинный стрим получился из имеющихся это сколько он уже идет я даже бомбе или цикал время начали где-то часа шесть-семь где-то совсем три часа идет неплохо но вообще-то какие-то монстры три штуки всего тут вот один правда со спины нападают это сразу а можно пожалуйста мне отключить данную техническую камеру а то он блин поворачивается я не вижу ничего в сторону противника так сказать все хорошие ночи истории начинаются а давайте попробуем а может стоит вы знаете все вот с этого начинать прикольно путь этот монстрик застрял зрели из деревьев не мог выбрать ну что паскуда ну давай я тебя три он трех ударов тяжелого оружия думаю хватит мозги тут все все собираем и непонятно почему вещи не дублируется он спрятался он в домике как говорится да все мы знаем конечно святилища плохо обворовывать мы за это им свечку зажгем тут недалеко осталось пешочком пробежимся отслеживание до данной в данном случае не очень удобно при многочисленном количестве противников и узких местах использовать рыбацкая деревушка если поможет вот может может добрый ведьмак тебе придет они же разные бывают так тут очень а факел можно же достать а как факел достать вот так нет не медитация а факел выбор как поднять факел тяжелая атака но 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 как как юзается я не особо понимаю на нижнюю стрелочку он вот правом нижнем углу не активируется на квадратик атака на треугольник тяжелая атака на остальные клавиши не работает ну вот хлеб съел тоже хорошо на r1 ага так и запишем на r1 у нас активируется факел атаковать факелом и разворачивал нажимал на крестик он не снизу подсвечивал типа вот снизу слева факел а как применить не применял соответственно ну тут вроде все залутали такая рыбацкая деревушка а убрать факел тоже на r1 да может на дне что-нибудь есть на r1 типа нажимаешь при выборе вот нижнего слота точнее где в нижний слот был и он активировался да да на пару кнопок тут все приходится киньте что то есть какая-то подводная пещера правда я мог надо подышать и понять как далеко там заплыть можно и сохраниться перед этим стать а так а у нас получается когда мы задыхаемся на здоровье потихонечку уменьшается соответственно или у нас просто персонаж сам помирает просто от она мне вот моментик интересен и по время у нас есть когда у нас воздух кончится или мы сразу коньки отбросить ну ладно узнаем на практике пока что так ничего не видно а с глазом тем более а плыть быстрее мы умеем сударь быстрее постепенно теряю а ну то есть с хилочкой поживем еще подольше мнение не выплываем выплываем тут какие-то есть ценности ронный камень компонент компонент еще какой-то компонент чертеж комбинезона и вырванная страница из отваров из грифона запахло супчиком из курятинки почувствовали парня и дамы дамы если присутствуют то мы не обделяем никакой пол так сказать все вот всех уважаем всех любим особенно противоположный ну вроде все а наверху чего я не посмотрел может там наверху а нельзя наверх посмотреть камера не дает поднять столь высоко камеру ладно ну то есть заказ сюда будет нас вести да ну так и запишем а монстры а если мы например и монстры тут же появляется не с постфактум заказан на точке при принятии заданий а вот он он же по факту есть монстр оси с моего объем и придем и задания получается получать него получать сразу и сдадим архи грифон то есть и по более мощная версия грибочки грибочки мы любим и вот точно не достану еще отчет от пропустил какой-то у детский опи мама то какой-то самоцвет нашли а это что такое браслет с орнаментом может это типа для монстра или отдать этому владельцу типа он нас пошлет сначала найти какой-нибудь браслетик потом такой они съели ее спаси всех там монстр победи понял понял все не 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 на сегодня я думаю с квестами закончу сегодня хватит сегодня надо еще отдохнуть и покушать еще я не думал что только цена был след с гравировкой кларе от волькера похоже этот браслет на женщине которые я нашел в колодце а по факту над нами колодец получается да да все верно колодец боссы да все монстры заказов монстры со всех заказов боссы интересный факт интересный то есть получается мы будем сражаться с сильными противниками как минимум и очень крутыми противниками не 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 нам вниз да все настолько плохо я думал все можно собирать монатки потихонечку драпать а тут монстры не настолько сильны как тут какой-то предмет или это просто пузырьки просто пузырики думаю доплывем никаких проблем не будет так что сейчас выйдем подойдем к этой деревушке и думаю на сегодня заканчивать рассказать даже сделали небольшой как это сказать правильно зачаток 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 следующей миссии вот точнее следующему стриму начнем с миссии по вот этому вот браслетик у зря находили что не давным и будем использовать я не сомневаюсь в этом помирать часто я не очень люблю конечно конечно я люблю точнее проходил игры серии dark souls умирать умею терплю так сказать на свою пятую точку не особо как бы очень категорично так воспринимают а но все же пожить полу подольше получше это факт а тут грибочки вот в этом колодце получается внизу у нас и произошло сие действия с нахождением предметов мнение не падает и падает нет нет не прыгали шин веревки от ведра я не прочитал что он сделать хочет я думал он прыгнет туда все может я думал что опять выбираться женщина себе по зубам лет 30 без левой руки ну понял короче можно можно и нужно тут развиваться чтобы боссом давать закидать ну или и ящи баба различные а на сегодня ребята я думаю мы прекрасно и отлично зашли в игру с двух ног поиграли познакомились со всевозможными всем 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 что есть игре ну конечно не совсем но с большей частью думаю особенно с гвинтом на сегодня я думаю ребята можно будет вот закончить так сказать сделать перерывчик небольшой стремецкий следующий где-то будет как минимум четверг как максимум суббота вот то есть не слишком так сказать по времени отойдем от всего пройденного но также под запомним и оставим хорошее впечатление от игры желаю всем хорошего вечера дня утра или ночи кто во сколько это смотрит всем спасибо за просмотр подписываемся на канал так сказать ставим лайки оценочки оценочки пальцы вверх если понравилось соответственно если не понравилось ну есть еще палец вниз но не не нежелательно ну обычно вот я начинаю стримы где-то как минимум опять же начнем с минимума часов 4 может чуть попозже 6 и заканчиваем где-то ну ближе к восьми к девяти часик два где-то проходим если конечно там прямо затянуло можно и пораньше и попозже начать закончить но где-то вот в это время и проходим так что да по московскому времени где-то 4 5 часов начинаем если конечно прям дела прям затянули 6 но стараемся такого не осуществлять понял понял примерно сколько у тебя по времени тогда будет часов пять по московскому ой так что ребята четверг либо в пятницу крайний день в субботу по этому времени все заходить продолжим всем до свидания всем пока а понял я то и подумал что на даме почему ты написал утра хотя уже ведь разные немного часовые полюса точнее сколько разницы сейчас времени 10 часов где-то в 9 часов разница довольно таки большая до сложновато вообще посмотрим как так будет проходить так что всем пока еще желаю всех чертс увидеть